Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Совалмаш. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Добрый день. Как видите ПКТБ Совалмаш через пять лет? Как оцениваете ситуацию с разработкой электродвигателей в России и в будущем? Как видите. Сейчас вот эта машинка времени где-то закопалась. Сейчас летаю, подождите, пять минут. Туда он пять лет берет. Хороший вопрос, понимаете. Мы можем планировать. Я могу говорить о том, что запланировано через пять лет. Мы запланировали, что мы должны будем уже плачивать достойные дивиденды всем участникам проекта. Это запланировано. Что мы уже Совалмаш должны будем прокачать хотя бы на 60% проектной мощности и так далее. Потому что там же стоят вопросы не только в строительстве, но и в подготовке кадров, в наработке, в компетенции и так далее. Но много вопросов. Вот а как оно сложится в видении? Ну, у меня прогнозы насчет того, что сейчас происходит в мире, ну, не ложь, скажем так, в отношении развития, экономическое отношение. Потому что сейчас очень много проблем, вызванных не только ковидом, но еще с тем, что меняется технологический уклад и меняется распределение сил в мире. Что-то приходит в упадок, что-то выходит на первый план. Идут достаточно сложные процессы. Но одно могу сказать, что альтернативы асинхронным машинам на сегодняшний день нет. И если мы хотим, чтобы продукция в стране выпускалась с достойной себестоимостью, для того, чтобы мы могли достойно выступать на международной арене и быть конкурентоспособными, необходимо снижать энергозатраты на единицу произведенных продуктов. А с учетом того, что в производстве практически всех видов продукции участвуют электрические машины, необходимо снижать их энергопотребление, повышать эффективность. Поэтому никуда не денешься, и энергоэффективные двигатели будут востребованы. И если, допустим, хватит ума у детей гнезда Чубайсова, Гайдарова и Саросят, ну, когда их отсюда пнут под задницу, и полетят они в свои жаркие страны, жалкие страны, вот тогда, я надеюсь, на место придут думающие люди, которым не безразлична судьба их детей и судьба страны, и там будут приняты меры аналогичные тем мерам, которые приняты в отношении автомобильной промышленности, когда сказали, евро 3, евро 4, 5, со сроком службы, столько и так далее. Ну, допустим, как электромобили победить? Да не пускать в центр Москвы автомобили сливаются. Что будет? А там Газпром, Хреном, Сбербанк, Сберг. Да, это будет свободно будет. Нет, там некоторые время будет свободно, а потом будут стоять электромобили. Да. А если на Рублевке? Ого. Ого. Поэтому это решается элементарно на самом деле, да? И точно так же по двигателям запретить вводить в эксплуатацию. Да, и все. Все закончится молниеносно. И заводы понастроят, и денег понайдут. Потому что вот, ну, хотите хохму? Значит, приезжал к нам товарищ один, говорит, хочу кареночку пить. Мы говорим, ну, нету, Горыныч, партию запустили, сейчас вот. А это что? Ну, это только горелки. Горелку продайте. Зачем вам горелка? Ну, подождите, нет, мне сейчас надо горелку продать. Зачем? Ну, вот объясните логику. Вы где-то работаете, да, работаю, что строительство занимаетесь? Где строите? На рублевке. И что там аппарат не могут купить? Да любое могут купить, ну, и чего? Ну, понимаете, вот у соседа плазма варили, а это что, лог, что ли? Да. Логика железная, в принципе. Поэтому у этого энергоэффективного, а это я локти, что ли? Да. Так что перспектива есть. И не то, что есть, а куда денешься. Куда денешься. Это как спросить, а есть ли перспектива у выращивания зерна? Я думаю, ну, значит, кушать хотят все. Спасибо. Хороший вопрос. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова